всем привет в этом новом видео хочу показать вам процесс работы над портретом акрилом это портрет котика морриса для моей знакомой николь из соединенных штатов она часто сама заказывала мемориальные портреты и вот теперь это будет портрет для ее кота которого уже нет с нами я записываю видео сверху на фотоаппарат который чудом недавно починился поэтому надеюсь чаще буду радовать вас такими видео процессами у меня это холст на подрамнике он покрыт акрилом я таким бежевым цветом его покрыла дальше наметила рисуночек и вот потихоньку начинаю намечать здесь что интересно вы наверное заметили что у меня рука сверху да то есть иногда я переворачиваю и рисую сверху вниз ну то есть наоборот переворачиваю холст потому что так изображение становится ближе ко мне и так удобнее рисовать изначально это был акрил таир такой охриста рыженький у меня до этого была банка которая сейчас вот стоит на видео слева и и опять ее взяла потому что цвет очень хороший такой естественный получается как хорошая подложка и он у меня будет довольно много использоваться в этом рисунке ну вообще подходит для рыжих котиков он такое что самое интересное да ну недорогой до таир сам по себе как бренд но он не глянцевый как часто бывает у других недорогих акриловых красок а он что удивительно очень матовый и его можно смешивать с другими глянцевыми акриловыми красками и получается неплохо потому что не отсвечивает особенно если вы рисуете при искусственном освещении часто бывает что отсвечивает очень сильно какой-нибудь брауберг да и ну не видно видно плохо референс вы видите тоже я прикрепляю здесь он немножечко такой видоизмененный осветленный потому что изначально фотография была более темная но и там больше лапку я в итоге нарисую вот после того как я поработала счастью лобика а я обычно иду всегда сверху вниз я сделала участок рядом с переносицей с глазиком там постепенно да и добавляла оттеночки белого и серого потому что белый прям довольно яркий должен получиться и сразу к бежевому к такому рыжему добавляю оттенки светло-желтого хоть у меня левая сторона находится в тени все равно там есть светлые зоны и здесь будет важна разница справа у нас более холодное освещение это можно взять чистый белый цвет а слева я уже добавляю светло-желтый либо белый с охрой и чтобы получался ну такой нейтральный оттеночек там девушки я в чистом виде использовала белый для прорисовки волосков также у меня есть акриловые белые маркеры но не всегда они мне пригождаются можно так сказать чаще почему-то все равно я прибегаю кисточке получается более такая пластичная линия сейчас как раз затемняю глазики глаза интересного оттенка на всех фотографиях тоже по-разному здесь еще немножечко мне кажется холоднее они выглядят на камере так там есть и как будто бы серый и холодный изумрудный и зеленый оливковый очень много оттенков но они как бы зеленоватые да но не яркие поэтому интересный цвет и вот так вот постепенно я его собирала дальше я перехожу к участку щеки изначально могу тоненьким слоем белого акрила пройтись но не забывай что с правой стороны все равно он должен быть более ярким белый здесь у меня практически как и всегда когда мне нужен очень яркий белый цвет это белый кампус акрил очень хороший такой приятный все остальные все таки более жиденькие не дают такого прям насыщенного если так можно сказать плотного белого цвета и дальше уже нулевкой либо единичкой я прорисовываю отдельные волоски такие финишные слои небольшие самый яркий самый ближний к нам фронтальный участок должен быть более контрастным более ярким то что на носике сами глаза нос переносится щечки это все должно быть более детальным остальное может быть намного помягче доделываю щечки делаю их немного более пушистыми по кисточкам здесь разные конечно меня используются и сейчас прям стараюсь очень недорогие покупать какие-то вроде гаммы и и так далее потому что все равно очень долго они у меня не живут равно в какой-то момент я забываю их мыть либо понимаю что они уже работают не так хорошо какие-то из них уходят прорисовку шерсти где нужно быть очень пушистыми и растропанными какие-то сменяются тут ничего не поделать но и совсем маленькие они не так много стоят их особо не жалко какие-то большие флейцы например вот это уже получается более ощутимо по стоимости и кстати да есть бантик небольшой здесь заметен мориса синий с таким голубо-бирюзовым оттенком и желтеньким довольно ярко закрашиваю здесь у меня смесь идет из-за яркого брауберга и кампуса белого вместе как раз получается то что нужно когда готов бантик наверх я уже добавляю прорисовку волосков наверх потому что волоски соответственно на шее вот так вот свисают и закрывают где-то частично бантик то есть все равно он должен быть погруженным туда в шерсть потому что шерсть у нас очень пушистенькая носит по моему здесь я не показывала как сделал точнее возможно либо не засняла и пока я привыкаю заново к фотоаппарат у меня некоторые видео процессы были не очень четкими там вот какие-то кусочки мне пришлось удалять пока предварительный процесс кстати заказчица показывала она попросила сделать вот это пятнышко на носу еще более четким и прорисованным ну точнее что там два пигмента как бы на носике да у меня у одного кота тоже так то есть там есть розовый есть такой прямо таракотовый оттенок таракотово коричневый более темный лапки у нас пушистые лапки я показываю чуть чуть больше чтобы не обрывалась вся картина на лапе по перспективе довольно крупная получается лапа которая слева прямо на рядышком с нами на которая справа она поджата под себя она получается более узенькая до более такая аккуратная и конечно там делаю полосочки немного полосатим добавляю светлого оттеночка сверху там где подушечки сами пальчики они будут посветлее завершающим этапом я покрыла водорастворимым маслом немного растушевала и с ним же я вписываю шерстку в общий фон чтобы фон получился более мягким то есть теперь он более такой многогранный и там получилось больше оттеночков вот такой портрет меня в итоге получился надеюсь что вам понравилось это видео было интересно и до новых встреч пока пока